Когда мир сходит с ума, очень хочется, чтобы вокруг было как можно больше рациональности и разумности. Но рациональность и разумность – это не просто месседж, типа «будьте разумными», так это не работает, к сожалению. Вот представьте, вот у вас есть, например, какая-то любовная доминанта у вас сформировалась, вы испытываете чувства к какому-то человеку. Ну вот как вы думаете, насколько вы объективно воспринимаете ситуацию? Думаю, что не совсем. В результате вы можете принять решения, о которых потом пожалеете. Или же, например, вы находитесь в ситуации страха, и у вас такое возбуждение в подкорке, которое заставляет вас сосредоточиваться только на том, что вас пугает, и все остальное вы просто игнорируете. Хотя, возможно, в этом игнорируемом поле содержится ответ на ваш вопрос, который позволит снять тревогу. Что делают психотерапевты? Они заходят с той стороны, где их пациент не видит, и говорят, «Слушай, а тут еще вот это есть, вот это есть». И тут такой из своей тревоги, из своего тоннельного мышления вылезает, смотрит и говорит, «Ага, ну действительно, оказывается, лапчик просто открывался». Наше мышление, к сожалению, очень подвержено различным когнитивным искажениям, таким психологическим иллюзиям. И умение бороться с ними – это путь к рациональности, к здравости, к правильному расчету своих действий. От этого зависит эффективность наша в любой сфере. А когда мир сходит с ума, это становится особенно актуально. Продолжение следует...